Друзья, мы приехали в студию «Квартал 95» для того, чтобы записать интервью с Александром Эллиртом, победителем шоу «Холостячка». Шоу «Холостячка» — самый популярный проект телевизиона 2020 года, и мы сегодня поговорим, конечно же, о любви, о романтике и о юморе, потому что Саша Эллирт — автор студии «Квартал 95». Будет интересно, романтично и смешно, потому что будет классный гость у нас. Все. Добро пожаловать за интервью про любовь. Читать мысли? Нет. Не мое. Ксения Мишина хорошая актриса? Вот. Я помню, меня остановил один на блокпосту, ну, на бетонных этих плитах они там понаставили, он не мог двух слов сказать, что он от меня хочет. Извини, чего спрашивают? Я так понимаю. Все спрашивают, типа, был ли у вас секс, либо не было. Друзья, только пока мы вот сейчас едем к Саше Эллирту, победителю холостячки в лифте, потому что там авторская, все авторы «Квартала» работают, да, студия «Квартал 95». Встретили главного редактора «Квартала» — это Вадик Переверзев, мой старый друг. Старый, но красивый, молодой. Расскажи про Эллирта пару слов, что там… Эллирт хороший, малый. Ответственный? Стиль юмора, опиши его стиль юмора. Ответственный. Ну, дурной, как у них вообще. Панк, типа? Панк, да, они нас пытаются присаживать на этот свой юморок, мы все-таки пытаемся ближе к классике, потому что, ну, все-таки наша аудитория — это не «Лига смеха», не «Камеди». Ну, вот, когда он снимал… Панк, а что ты имеешь? Кто такие «Они»? Это авторская группа, в которой он работает. Ну, у нас где-то половина такого, есть кто-то постарше, я там ищу ребята, которые с самого начала есть, которые пришли, когда появился комик, когда появилась «Лига смеха». Типа из молодых? Да, да, ну, то есть чуть-чуть другой юмор, чуть-чуть другое направление юмора, и вот это мы пытаемся находить этот баланс. А что он пишет, например? Он пишет номера или пишет, ну, для чего пишет? В каком направлении? У нас все пишут номера, и потом в номера шутки пишут. Он, не, он, кстати, у них более-менее такое, они поняли, что нужно. Кто сейчас самый сильный автор «Квартала», ну, скажи, пожалуйста. Нельзя, все у нас, все молодцы. Ну, есть кто-то, кто-то самый продуктивный наверняка? Нет, такого нет. Все коллективное творчество, и кто-то сильнее в одном, кто-то сильнее в другом, кто-то в концептуальности, кто-то в репризах, кто-то в песнях, кто-то, но одного никого выделить нельзя. А как оценивается автор? Потому что юмор же это субъективно, да? Это же не математика. Последний удар на нас, на мне, на Марий, ну, у нас три редактора, то есть все шишки на нас. То есть смешно, не смешно, только мы как бы определяем, мы советуемся очень часто, но конечный результат – это вот то, что мы отберем. Ну, то есть приходит тебе, например, Саша Эллер, да, он приносит, у меня есть такая идея, и ты определяешь, типа, это смешно или не смешно. А как ты говоришь, ну, слушай, он говорит, что это прям супер смешно, а ты говоришь, что это отстой. Такое может быть? А, здрасте. Конечно, то есть я могу ошибаться, мы можем ошибаться, и не раз так было, но что делать? Такая жизнь, сейчас на нас лежит вся эта ответственность. И бывало такое, что, типа, мы говорим, нет, не смешно, они там идут это либо в женский, либо в левую смех, и оно заходит. Не часто, но такое бывает. Слушай, а как определяется продуктивность автора? Это по определенному количеству шуток? Да, по количеству заходов, то есть номеров концерта и по количеству шуток, которые они дописывают потом, когда мы дорабатываем все номера. Про Эллорта не могу не спросить. Ты смотрел «Холостячку»? Я смотрел «Холостячку», когда я был у него на дне рождения, и они там зачем-то ставили «Холостячку», поэтому мы все смотрели. Ну, если честно, я не смотрел, немножко. Ты же тоже «Холостяк», ты бы участвовал в такой? Нет, конечно. Чего? Надо быть таким отмороженным, как Эллорта, мне кажется, что тут идти. Все, пошли туда, пошли искать саду. Продюсер, продюсер 95-го квартала. Да, Ирина Пикава. Красавица. Все, мы тебя не отвлекаем. А где Эллорта? Привет. На втором пойдем. Эллорта на втором. Кстати, сразу смотрите. Квартал 95, миллион подписчиков. Сходу. А, и там еще куча серебряных, да? Мы про миллион. У меня нет такой у нас серебряной только. Так, Ира, смотрела «Холостячку»? Да. Ну и как? За кого болела? Такой вопрос неожиданный. Ну ты знала, что выиграет Саша ваш парень? Это же секрет. Нет, ну я имею в виду до того, как он выиграл. Ты как бы понимала? Это же секрет, он же не имел права разглажать. А, все, извините, Ира. Все, пошли. Привет. Мы к тебе. Наконец-то. Смотри, как лично Ира Пикалова привела. Я жду вас 34 года. Привет, дорогой. Привет. Итак, мы в студии «Кварта 95» и это кабинет одной из авторских групп. Правильно я понимаю? Да, одной из лучших авторских. Одной из лучших. У каждой группы есть свое название. Кто-то белорусы там, да? У нас Мэч. Мэч? Что это значит? Макаров, Эйлерт, Черноволов. Вот Черноволов. Привет, приветствую Черноволова. Макаров. Вот так сиди. Ты его сейчас наступил ему на ногу. Это выдуманный, да? Нет, он есть. То есть три человека в двух словах пиши, как… Чего в двух, даже, может, в больше. Как работает авторская группа? Опиши. Значит, вы приходите утром сюда, садитесь и пишете. Правильно я понимаю? Да. Утро у нас, к счастью, начинается где-то в 11, в пол 11. Приезжаем, сидя, лежа, как угодно, как тебе комфортно. Сидим, выдумываем. То есть это не кто к вам, это ваша территория. Вы тут что хотите, то и делайте. Что за флаги расскажи? Так, это герб Мангуша. Это Пашка сам из Мангуша. Вот наши непосредственно города, из которых мы прибыли сюда. Вот это Харциск. Ну нет. Блин. Вот это Харциск. Это Харциск. Это Мангуш. Это Свердловск. Мангуш. Извините, я просто не знаю, где Мангуш. Под Мариуполем. Под Мариуполем. Свердловск. Под Луганском. Под Луганском. То есть это все восток, да? Все, да. Все там. А вы, соответственно, вместе играли в Лиге смеха. Или нет? В Лиге смеха. Как группа образовалась? Смотри, первоначально я попал в квартал 6 лет назад. Я приехал на рассмеши комика. Выиграл супер игру. И стоял, ждал оформления документов. Подошел Владимир Александрович. Говорит, сами пишите. Сами. Ну, давайте вам позвонят через неделю. Ему понравилось, как ты шутили. Как мы шутили, да. И это как раз был 2014 год. Я переехал к другу в Харьков по известным причинам, почему переехали с востока. Вот. И ехав в поезде, естественно, с мыслями, да, вам перезвонят. Ну, я не верил, что позвонят действительно. Типа к тебе подошел сам Зеленский, да? Да, да, да. И через неделю действительно позвонили и сказали, пацаны, приезжайте на стажировку в квартал. Все, прошел стажировку. Вот уже шестой год здесь. С удовольствием. Кайфую. То есть это прям был 2014 год, ты только уехал из Харциска и сразу практически попал в квартал? Это август. 2014-го. Так, значит, мы только что встретили, кстати, Вадика Перверзева. Да, мой шеф. Это твой шеф, да. Твой друг мой шеф. Редактор 95-го квартала. Расспросили, как автор, в каком стиле пишешь. Он сказал, что панкуете много, но старайтесь все равно быть более понятными, как бы общей аудиторией. Для всей аудитории, да. Как происходит написание шуток? В двух словах опиши. Вот вы, значит, сели и что дальше происходит? Ну смотря какого проекта. Если мы рассматриваем… У тебя есть задание, да? Надо что-то написать. Ну вот сегодня у нас чисто ньюз. Это ежедневный формат новости. Мы анализируем новости и через призму юмора подаем… И какая у вас задача? Сколько вы должны написать? Что такое? Сегодня уникальное написание чисто ньюза, потому что обычно выпуск пишут дневной три группы, а сегодня пишут все авторские группы, потому что у нас в шесть вечера корпоратив авторов. Ага, и вам надо быстрее сдать. Нам надо быстро сегодня закрыть крайний выпуск в этом году чисто ньюза и все уже в предвкушении праздника, назовем это так. Написано что-то уже прям такое? Ну мы надеемся на другие группы. Друзья, The Interior это не только развлекательная программа, но мы еще и даем вам, надеюсь, полезную информацию, поэтому сейчас будет крутая информация, очень прикольная. Значит, называется она «Топ селфи мира». Итак, ребята, топ самых крутых селфи в истории. Значит, селфи, наверное, один, который я очень обожаю, это вот это вот селфи. Это Криштиан Роналдо и его фанат. Во время матча фанат Криштиана Роналдо, кстати, в форме Манчестер Юнайтед, выбежал на поле, его поймали, конечно, в службе безопасности, собирались его брутально увезти, но подбежал лично Криштиан Роналдо, взял у него смартфон и сделал селфи, которое, кстати, вошло в историю, как одно из самых популярных селфи с Криштиан Роналдо. Человечный чувак, крутой чувак, правда? Ну, вот такие вот селфи. Следующее селфи, одно из моих любимых, это Том Хэнкс и пара молодоженов в Централ Парке. Вообще, Том Хэнкс очень крутой чувак, он любит гулять, например, он фоткает вещи всякие на улице, потерянные, и выставляет в своем инстаграме, чтобы их могли найти. И так реально вещи находят. Но вот это селфи сделано в Централ Парке, он там был на пробежке, встретил пару, которая, знаете, фоткалась во время, ну, свадьбы. Ну, мы так все под мостами там фоткаемся. Фоткаются под мостами сейчас люди? Да. Ну, в парках там, да? Межигория катаются. Так вот, Том Хэнкс встретил эту пару, сфоткался, и мало того, что они у себя выставили, он выставил у себя в инстаграме. И на пару дней эта пара стала самой известной парой Соединенных Штатов Америки. Вот такой добряк Том Хэнкс. Следующее селфи, чем известно, это первое селфи в космосе. Вот оно, 1966 год. Баз Олдрин и его первая фотография в космосе. Себяшка. Он себя сам сфоткал. Кстати, Баз Олдрин – это второй человек, который высадился на Луну. Ну, вот, Армстронг, и с ним был Баз Олдрин. И Баз Олдрин, историю игрушек, смотрели? Вот Баз Олдрин, помните, игрушка Баз? Это вот часть этого чувака. И его первое космическое селфи. Следующее селфи одной из самых известных по одной простой причине. Потому что это селфи сделано обезьяной. Обезьяна украла смартфон в Таиланде у программиста одного и нафигачивала разных селфи. Вот это селфи стало самым известным. Почему я решил показать это селфи? Потому что мои селфи, честно говоря, очень похожи на это. Вот можете сейчас сравнить. Смотрите, мое селфи и селфи обезьяны, которая украла телефон. Следующее селфи – Eminem и Mona Lisa. Просто прикольно. Мне кажется, это неожиданный вариант. Eminem и Mona Lisa. Все, конец истории. Еще одно из самых популярных селфи в истории – это Уилл Смит и Дубай. Я не знаю, почему оно набрало огромное количество лайков, но, наверное, потому что это Уилл Смит. Все, что делает Уилл Смит – это круто. Ну, потому что так вот видишь и думаешь, блин, я тоже так фоткался, когда был в Дубае, как Уилл Смит. Наверное, поэтому это селфи популярное. Ну, вообще, Уилл Смит – красавчик. Первое официальное звездное супер-селфи – это, пожалуйста, Маккартни и Себяшка в зеркале. Тогда еще не было смартфонов, но был Маккартни. Маккартни будет всегда. И последнее. Самое популярное селфи, официальное самое популярное селфи в истории человечества – это Эллен на вручении Оскар. На этом селфи, помимо самой Эллен, кто еще? Так, смотрим. Значит, смотрите. Это Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Брэдли Купер, Чайник Татун, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Брэд Питт, Анджелина Джули, Люпита Неонго и даже немножечко Джарри Толета попала на это селфи. Эллен подписала эту фотку. Вот если бы рука Брэдли Купера была немного длиннее. Самое лучшее фото. И, действительно, это селфи стало самым популярным в истории человечества на данный момент. Поэтому, друзья, вы должны быть готовы, что к вам подойдет Том Хэнкс или Брэдли Купер или Уилл Смит и захочет сделать селфи, а у вас плохая камера в вашем смартфоне. Поэтому ребята из Е-Каталог подготовили офигенную статью ТОП-5 смартфонов с лучшей селфи камерой. Да, вы знаете, Е-Каталог – это выбор товаров по всем критериям. Вы можете почитать про каждый из этих смартфонов, посмотреть, где его дешевле купить, почитать реальные отзывы, отсеять, например, по цене, по другим параметрам. В общем, Е-Каталог поможет вам выбрать самый лучший смартфон для самых крутых селфи. Ссылка на Е-Каталог под этим видео, но вы в курсе. Слушай, а как вы написали «Чистая Ньюс»? Вы целый день работаете на «Чистая Ньюс», например, сегодня, да? И что затем? Вы потом идете к начитку, то есть главному редактору вы даете свои шутки, да, зачитываете при всех? Или как происходит? Нет-нет-нет, «Чистая Ньюс» просто скидываем в чат, и редакторская группа собирает уже то, что необходимо, та новость, которая нужна, или той, которой не хватает. А как происходят читки? То есть, когда все собираются и рассказывают свои номера? А читки – это когда пишется концерт, каждая группа пишет внутри группы какие-то номера, свои идеи, свои хода, и потом приходят к Вадику. К редактору? Да, и говорят, так и так, вот такие есть номера. Вадик говорит, о, этот прикольный, этот просто отменный, этот чумачечный, ну, у нас всегда все класс. Ваши группы, да? Да, нет, бывают нюансы. Вот, и отбирают эти номера со всех групп, а потом так называемые читки, когда собираются все авторы, а нас человек пятьдесят. Сейчас, если мы походим по офису, все наши лабиринты и кабинеты увидишь. Вот, пятьдесят человек в твой номер, который ты там придумал, они дописывают шутки. Твоя задача потом собрать этот номер, чтобы он гармонично смотрелся, и все, и сдать Вадику. Юмор и оценка юмора – это всегда субъективно, да? Конечно. Вы пишете, вам это нравится, это ваш материал, вы там видите тайный смысл, там тройные подтексты. Редактор этого не увидел, сказал – это отстой. Как вы реагируете? Мы отстаиваем иногда. То, что нам нравится и от того, что мы кайфуем, да, бывают номера, которые там за полчаса ты накидал с удовольствием в такой легкой эйфории, ты накидал номер. И если вдруг редакторам он по какой-то причине не нравится, то ты пытаешься его либо дописать еще раз, либо намекнуть, а давайте мы повернем вот здесь в эту сторону, ну а давайте мы учтем этот ваш каприз. Ну или не ваш, а аудитории больше каприз. Ну какой номер? Можешь какой-то из номеров рассказать, который вы там, например, отстаивали или который тебе нравится, что вы прям хотели… Есть номер, который мы не отстояли. Это как он? Грачи, помнишь? Грачи? В чем суть? Да. Суть, что зима была теплой в прошлом году, помнишь, вообще прям весна, а не зима. И что гидромедцентр, сидят двое работников гидромедцентра, они там ничего особо не делают. И заходит грач, вы что охренели тут? В костюме грача? В костюме грача. Ну и начинает крепить этих работников гидромедцентра. Ну, нам нравился этот сюр, что костюм грача, что он залазит на стол, человеческим голосом все объясняет. Такой, да? Обозленный, недовольный. Такой, да. И этот номер не прошел? Этот номер не прошел. По какой причине, как вам объяснено? Подожди, вдруг еще пройдет. После выпуска всего? Да, это реклама, это реклама номера. Ну а как объяснишь? Типа слишком панковская или что скажешь? Ну что там, не хватало шуток, да, по-моему? Или, ну да, по-моему, просто на кривое зеркало чуть-чуть похоже тут. Типа, как переодевание в птиц, да, сказали? Да, да. Ну, хотя с другой стороны, позапрошлом году у нас прошел крутейший номер, тоже с птицами связан. Это жители Одессы, коренные жители. Одесса — это чайки. И выходили две чайки на летнем концерте, и в зал в костюмах чайка. Ткач и Кашевой выходили. И в костюмах чаек вот так кричали. Ааа, ааа, что сидишь? Сидишь, ну? Шутки не помню тебе, но вот такая подача была, представляешь, от двух таких упитанных чаек. Одесских. Одесских чаек, да. Слушай, а вы пишете конкретно под актеров? Например, у вас есть задача написать что-то на Кашевого, или на Ткача, или на Лену, например. То есть какие-то конкретные задачи. Ну, нужно написать для этого человека. Ну да, есть же по типажам. Некоторые номера в концертах четко сыграет там только Кашевой, или четко Ткач. Поэтому Ткач, да, это такой, наверное, образ больше какого-то Вуйки. Часто он играет Вуйку. Или какой-то такой... Мэр, неблагополучный мэр. Да, неблагополучный мэр. Вот такой какой-то депутат городского, какого-нибудь сельсхоз совета. Вот такой он простой добряк. И вы в этом стиле пишете? Ну вот под него так, да. А чем вдохновляетесь? Все равно в плане юмора... Вы же наверняка смотрите много юмора. Что сейчас из современного юмора нравится? И может быть из классики такое, что прям... Вы считаете, вот без этого не было бы современного... Ну я не скажу, что мы прям вдохновляемся чем-то, глядя на юмор. Мы просто смотрим и через себя пропускаем какие-то юмористические проекты. В... А вдохновение какое? Кофе и друг другом вдохновляемся. Наверное, поэтому и группы в основном состоят из троих. Потому что иногда один может выключаться в процессе. И двое продолжают накидывать. Третий подключился. Ну и вот так мы втроем по кругу назовем это так работать. А есть группы, где больше людей? Есть у нас? Обычно три. Да, они есть, белорусы еще. А, белорусы вчетвером, ну им жить просто негде в этом. А белорусам? А можно белорусам такой группой объединяться? Ну четыре это уже прям, мне кажется, много. Четыре, возможно, они что-то готовят. Их почти 50% авторского цеха квартала. Белорусов много, да? Белорусов, да. Ладно, так, еще про юмор хотел спросить. Значит, есть некие стереотипные такие штуки у людей, которые, ну, как бы никогда не вникали в написание чего-то. Они думают, значит, ну это понятно, они там, значит, накурятся, ну там, да, и бухие сидят и такое придумают, мочат. Ну то есть вот такое. Вообще психотропные вообще препараты. Они там, я не знаю, там алкоголь. В этом состоянии можно что-то написать или нет? Нет смысла, потому что есть время для алкоголя, есть время для написания. Смешивать это все, и в принципе смешивать, как и алкоголь, мы знаем, что лучше это не делать. Потому что ты в состоянии, допустим, алкогольного опьянения, ход мысли у тебя один. И тебе кажется, что это самое смешное, что может быть в этой жизни. Алкогольное опьянение ты думаешь, что тебе это самая смешная шутка и самый смешной ход мысли, который может быть. Но на самом деле это не так, утром ты понимаешь, что ага, все, забыли, оставили во вчерашнем дне. Поэтому пишут все на трезвую. Слушай, а вообще отношение к юмору. Так как юмор это работа, то есть ты каждый день в плохом настроении, в хорошем настроении, все равно тебе нужно писать шутки. Ты как вообще относишься к юмору? И, то есть, знаешь, как это анекдот про гинеколога и станки, ну понимаешь, да? То есть ты юмор вообще со стороны смотришь или ты типа пытаешься отдыхать от этого? Нет, юмор всегда в жизни, а момент написания, он иногда какие-то дни является, может быть, рутинным, да? Как вот это стереотипное мышление. Полицейский, слови преступника, пожарный, потуши пожар. И сценарист тоже так, мы приходим на работу и у тебя изо дня в день одно и то же. Поэтому часто при написании шутки мы не смеемся прям вслух, как в зале это происходит реакция. Ты типа, о, это смешно. Ты уже сам машинально понимаешь, что вот такая формулировка или затронутая такая тема, это будет смешно. Я, кстати, подумал, мы так про птиц, проговорили про номера с птицами и я думаю, блин, вот у тебя, короче, тема птиц, да? Это моя любимая птица, потому что эту пайту, пайту. Это пайта называется? В Донецке, да, в Донецке, в Донецкой области, на востоке, в принципе, все вот эти худи, свитшот, какие там еще синонимы это слово, у нас называлось это пайта. Пайта? Никогда не слышал, кстати, пайта. Вот, пайта, пользуйся. Ты слышал? Вот, у тебя все операторы, это пайты. Крутые, прикольные пайты. Пайты, я не слышал, я скирую урога, но тоже. Часто такие, знаешь, как, например, там слово тормозок. Да, это у нас тоже. Типа, да, тормозок, это чтобы взять с собой на работу, да? А многие в Киеве не слышали этого слова. Как и террикон. Шахтерский термин, да. Как и террикон, там и акатыш. Акатыш, друзья, кто знает, что такое акатыш? Так, какашка такая круглая. Ну, это из металла, да. Ну, не из металла, а из руды, когда добывают. Так вот, это любимая птица, потому что эту пайту подарила любимая недавно. А, ну это, слушай, ну это же, что это, Херн Престон там, да? Хер знает сколько денег, да, стоит? Ну, по скидкам, естественно. Итак, 95-й квартал. Значит, 14-й год про твой переезд, или как это, побег, или как вы правильно назвали, я не знаю, внутренняя миграция. Тактическое передвижение. Да, внутренняя миграция из Харцизка в Киев, мы отдельно поговорим. 95-й квартал, ну слушай, это и в 14-м году, и в 10-м, и сейчас, это культовая история, да? Это супер, там, звезды, руководитель студии «Квартал 95», самый популярный человек в стране, и он стал президентом. Ну, то есть это очень много объясняет. В 14-м году, когда ты приехал на «Рассмеши комика», ты уже знаком был с кем-то с «Квартала» или нет? Я был знаком с одной из групп, которая сейчас работает, они редакторы «Рассмеши комика». Они тоже с Востока Украины? Нет, они из Хмельницкого, команда КВН «Три Толстяка», помнишь такую? Ну, конечно. Они там играли, и они редакторы «Рассмеши комика». Там я с ними познакомился, там они редачили, вот это единственный, кого я знал из «Квартала». То есть когда к тебе подошел лично Владимир Зеленский, сейчас Владимир Александрович Зеленский, тогда просто Владимир Зеленский. Тогда не было отчества. Да-да. То есть он к тебе подошел и сказал, типа, мне понравилось, как ты пишешь, но это прям как, что ты тогда, типа, блин, оценили? Ты что, я вообще, у меня взорвалась голова, я вообще не понимал, ну, где я, что это за сюр, ущипните мне. Я не верил. Я всю жизнь играл в КВН, по каким-то региональным лигам. Потом мы дошли до первой лиги, там, до Маслякова-младшего. Нам сказали, что, пацаны, давайте без денег, дальше у вас ничего не получится, вам нужен плотный спонсор. Мы всегда за свои играли, мы возвращались с КВН и… Это была, как называлась команда? Километр Кимоно. А кто был тогда, вас поддерживал финансово? Никто, сами. То есть вы все сами. Не было там каких-то местных локальных спонсоров? Нет, никто не давал. Раньше, вот благодаря Лиге Смеха сейчас спонсоры дают денег командам молодым, потому что это телек и все четко видят. Раньше Зеленский, сейчас Кашевой, на бэкстейджи говорят, такая-то благодарность такой-то компании. А тогда КВН, что мы могли спонсору предложить? Бегущая строка, где-то на региональном харьковском телевидении упомянут вашу ОАО «Макароны Style». Поэтому спонсора не было, мы мотались сами, приезжали, работали на каких-то работах. Я работал на точечной сварке, делал запчасти на автомобиле «ВАЗ». Харцизским. Ну, в Макеевке, рядом с Харцизским, да. Делал запчасти на автомобиле «ВАЗ». Эти деньги откладывал, потому что знал, что через три недели мне где-то полторы недели надо жить в другом городе, ходить на редактуры, писать. И когда мне Владимир Александрович говорит, что «вам позвонят и добро пожаловать на стажировку», я вообще не понимал, как это возможно. Я всю жизнь писал какие-то шуточки для себя, мне было весело, я верил во что-то, и вот оно сбылось. Слушай, ну всегда есть такое... Я тоже играл в КВМ, в Кривом когда-то, с Артёмом. Я сейчас где-то тебе расскажу, откуда мы знакомы. Мы знакомы даже где-то играли вместе? Мы не играли, мы участвовали в потрясающем телевизионном шоу. «Последний Коль». «Онстанний Коль». Блин, ну это да. Я забыл вообще про это. Слава Богу, что его нет нигде в Ютубе. Слушай, его реально нет, я только могу Андрюха Беднякова подъёбывать, что он занял второе место. Теперь я тебя. Да. Чего ты меня? А ты меня чего? Короче. Значит, все, кто играет в КВН, у них всё равно наступает такой момент, когда ты или, ну, типа, должен чем-то жертвовать, там, финансами и так далее. И продолжать гнуть эту линию, а вдруг стрельнет. И там ты попадёшь в какой-то телевизионный проект или твоя там команда что-то. Либо уходить в семью. Либо уходить уже, да, куда-то работать и так далее. И мы таких знаем много примеров, когда люди уже там, ну, уже вроде всё у них там, вот они уже скоро, но они уже просто задолбались без бабла и уходят. У тебя такое было, что ты такой думал, да ну нахер этот юмор, уже надо как-то деньги зарабатывать, там, ты же рано женился, к тому же, да, то есть, там, семья и так далее. Да. Как ты в этом вот находил баланс и боролся с этим? Ну, естественно, такие моменты наступали, я понимал, что, блин, мне денег не хватало, но благодаря КВН я начал вести мероприятия, да, чувство юмора. Как ведущий, да? Как ведущий, да. Поэтому вот эти были лёгкие деньги, назовём их так. Ну, типа свадьбы, корпораты какие-то? Свадьбы, корпоративы, да. В ночных клубах я потом начал работать и… Там же Харциск? В Донецке, в Донецке, да. В Донецке Харциск полчаса езды, это как слева направо… То есть можно ночью после работы ехать домой к себе? Да, вот. И работал ведущим и понял, что так, подожди, мне же это даёт прибыль, мне же даёт это деньги, поэтому категоричный такой… Категоричного стопа, всё, хватит КВН, уйду на завод или куда-то, у меня не было, потому что я зарабатывал как ведущий. И мне это нравилось. Кайфую на работе, получается. И параллельно кайфую в написании и в игре в КВН. У меня не было чёткого момента, всё, ухожу. Ты верил в то, что это сработает? Ну, потому что это что-то тебе даст в итоге, кроме кайфа, что ты ездишь по лигам. Да, но я думал совершенно в другом направлении, когда играли все в КВН, мечтали попасть к Маслякову. И поэтому я верил в эту сторону. Я никогда не думал, что я со сцены, назовём это так, перейду в закулисье, в написание. Я почему-то думал, что я буду актёром, выступать везде, артистом. А тут получилось, что Квартал предложил. И я никогда не писал для телека. Я начал писать здесь, в Квартале. И, наверное, учиться по ходу, как и что нужно делать, куда писать. Поэтому... Методом проб и ошибок. Ну, учитель у меня... Ой, Александр Владимир... Владимир Александрович. Ну, получается, ему мы всё приносили. Когда он был в Квартале, за ним было последнее слово. Он принимал решение этому номеру быть, этой шутке быть или не быть. А ты помнишь первую шутку или первый номер, которую утвердили у вас? Да. Мы приехали на стажировку. У нас было человек десять. И мы писали в десятером. И, как начинающие, приносили от десятерых читать. И я пришёл на читку. Сидят эти пятьдесят авторов. Уже которые... Уже которые работают, да. У меня дрожат ручки. Читка. Вообще волнуюсь. Какое-то непередаваемое волнение. Впервые у меня такое было. И я читаю весь этот лист шуток. И ни одна не заходит. Тишина просто. Тишина. И последняя шутка. Я не помню там суть, но... Типа ответ от полицейского. Да, да. Расслабьтесь. Мы ищем, ищем. Вот такая какая-то была формулировка. И я слышу разрыв от авторов в переговорке. И я... Что? Что? Зашло? Что-то зашло наконец-то. И потом нас пригласили за кулисы первого квартала. И эта шутка разорвала еще стоя за... То есть ее взяли в концерт? Ее взяли в концерт. Она была в эфире. И я слышал этот разрыв четырехтысячный, который в зале Украина. И я прям думаю, вау! Это другой кайф. Когда ты выходишь на сцену и говоришь шутку, ты получаешь какую-то эмоцию. А тут получается другой момент эмоции. Ты написал эту шутку, и кто-то за тебя ее сказал. И она вот такой разрыв, такой фурор произвела на зрителей. А сейчас у тебя есть еще этот кайф? Эта дрожь от того, когда шутка твоя стреляет, твой номер заходит. Да, номер заходит. Всегда, если на концерт мы не попадаем, то кто из авторов присутствует на концерте, они делают онлайн-трансляцию. Описывают, зашло не зашло. Да, типа, этот номер хороший. И когда твой номер, типа, говорят, этот класс на четверочку или на пятерочку вообще разрыв. Все, ты думаешь, ууу, класс. То, как мы и хотели. Тот сюр, та панкуха, которую мы написали. О, зашло, кайф. Слушай, на самом деле, когда ты был последний раз на родине? О, два с половиной года назад. Два с половиной года назад. А когда ты уезжал в 2014 году? Это какой был месяц? Так, я уехал сначала в Харьков. Это был где-то июнь 2014-го. А потом в августе переехал в Киев уже. А, получается, этот июнь 2014-го, что уже происходило в Харцицке? Уже все. Уже флаги были? Уже флаги были, уже блокпосты были, БТР-ы. Уже все серьезно. Они уже с нашивками. Первоначально они были в каких-то непонятных робах и с непонятным перегаром. Просто останавливали машины. Типа зеленые человечки, да? Типа без... Ну, они были не зеленые. Они синие больше человечки были. Вот. Я помню, меня остановил один на блокпосту. Ну, на бетонных этих плитах они там понаставили. Он не мог двух слов сказать, что он от меня хочет. А мы же паспорт, паспорт, ну, ваш этот документ. Ну, с ними ж не поспоришь. Они стоят с автоматами. Что ты скажешь человеку, который с автоматами? А ты на то время что? Ты играл в КВН? Да, я играл в КВН. Вел мероприятие. Я был один из топовых ведущих Донецка. У меня все было хорошо. У меня был маленький магазинчик бабочек. Да. Как мило. Да, мило. В Донецке. В Донецке, да. В бабочке я вышел там на такой уровень, что мы делали уже и деревянные, и какие-то прикольные. Вот. То есть ты не планировал туда переезжать? Нет. Тебе все нравилось? Все мне устраивало, да. А когда все началось? 14-й год. Когда ты понял, что это ведет к чему-то катастрофическому? Когда у меня за одну неделю, где-то в мае, отменился весь свадебный сезон. Ты как ведущий знаешь это, да? Или ты уже не ведешь? Не, веду иногда. Ну сейчас пандемия, сейчас никто не ведет. Вот тогда у меня тоже пандемия была. Ну такая, да. Вот. Ты понял, что это какая-то жопа? Да, у меня отменилось 14 мероприятий. 10 свадеб и 4 корпоратива за неделю. Мы переносим, мы переносим, мы отменяем. Ну я понял, о-оу, где я буду зарабатывать, получается. Слушай, а как вообще все происходило, атмосфера в городе? Ну понятно, значит, в Харциске уже там здание захватили, я так понимаю, административное. И как вообще люди это воспринимали, и как ты это воспринимал? Я ждал и верил, что это все очень быстро закончится в течение двух недель. Почему-то у большинства людей было мнение, что Ренат Леонидович как-то разрулит этот момент, назовем его хозяин Донецка. Типа все ждали какой-то помощи? Какой-то ответной реакции. Слушай, ну знаешь, это как спорный вопрос, да? Кто-то говорит, что почему там в каких-то городах не как-то не прокатило там в Запорожье, в Одессе, в Харькове, даже в Кремроге, кстати. А где, а в Луганске почему-то, в Донецке почему-то это произошло. То есть понятно, что были и есть люди наверняка, которые поддерживали это движение. Причем, я думаю, многие искренне. Многие там как за бабки и действительно многие приехали, я так понимаю. Но общее настроение, например, если говорить про молодежь. Ну там, твое окружение, твои близкие. Мое окружение каким-то образом, всяческими попытками уезжали. Каждый день кто-то из знакомых мы уезжали. Типа на время? Типа на время. Все в основном кантовались в Бердянске и на Азовском побережье. Ну на лето, да? Лето. Типа, да, сейчас пару недель мы тут побудем. Где-то сняли какие-то мини-комплексы. Все живут. И все верили в то, что через пару недель это все закончится. С полной уверенностью. И мы когда возвращались с майских праздников, мы тоже уехали. Мы в мае возвращались на блокпосту перед въездом в Донецк. Нас остановили. Подъехал на коляске в военной форме какой-то мужчинка. На коляске? Ты пишешь на инвалидной коляске? На инвалидной коляске, да. И с ним там человек пять с автоматами. Вот. И говорят, что вы везете, наверное, наркоту, оружие в Ланос у меня был. Белоснежный Ланос, Снежинка. И ты зарабатываешь? Да. Деньги пыль. Вот. Я говорю, а какие оружия? Ну и короче, они нас начали плотно. Какой-то разговор такой на повышенных. Выходим из машины, руки на капот, на крышу, все. А это был местный кто-то? Ну или непонятный? Ну это какие-то непонятные вот эти местные. Кто это такие? Вот. Я понял, что это уже не весело. Поэтому в этот же день приехал домой, собрал вещи, загрузил свой Ланос и поехал на Харьков. Завзял вот эти нарды, вон они лежат. Зачем они мне нужны? Я никогда в них не играл. Ехал, мне всю дорогу сзади по затылку били эти нарды. Это как символ... Символ оттуда. Символ прошлой жизни. Чтобы ты уехал оттуда. Да. И то же самое из Харькова в Киев. Я вез эти нарды и они меня били по затылку. А в Харьков чего? В Харьков выбрал, потому что недалеко. Друг. Друг у меня в Харькове живет. Мой любимый дракон. Вот. И он говорит, переезжай ко мне. Давай. А потом решим, да? А потом... И сколько ты провел времени в Харькове? Ну, два месяца где-то. Два-три месяца. Провел какие-то три свадьбы. И уже понял, что пока в Харциск ты возвращаться можешь? В Харциск не буду. Но и Харьков мне не нравился. Мне казалось, Харьков такой более динамичный город. Я почему-то думал, что это город студентов и какая-то такая активная. Но нет. Он какой-то для меня прям медленный. Все медленно происходило. Поэтому я думал и надеялся, когда я уже перееду в Киев. А тут совпало. Владимир Александрович говорит, переезжайте. То есть ты с Харькова, по сути, приехал на... Да. На Расмешу Комика. И все. Окей, я переезжаю. В 16 году ты был последний раз, да? Или в каком ты был? Подожди, в 18 году ты был последний раз. В 17, сейчас какой? В 20. Да, 17-18, по-моему. Два-три года назад. Ты туда ездил к родственникам? Да, у меня там мама. Она не хочет переезжать или... Мы с мамой обсуждали эти моменты. Сейчас уже мы не обсуждаем эти моменты, но... Прикольный, да, у тебя по контексту? Мы с мамой обсуждали эти моменты, сейчас уже не обсуждаем эти моменты. Это мой стиль, я так вопросы задаю. Отлично ты реагируешь на Стёпу, мне нравится. Первые два года это доходило до каких-то легких даже конфликтов, что мама, тебе там делать нечего, ты нужна мне здесь, чтоб я знал, что ты где-то рядом, если вдруг что тебе помочь. Потому что вот это расстояние, дистанция, иногда, если вдруг, не дай бог, что-то случится, то мне сложно туда доехать быстро, решить какой-то вопрос. Поэтому... И так как вызывало такие некие конфликты у нас с мамой, поэтому мы решили не обсуждать этот момент. И я надеюсь, она уже морально готова к переезду, надо её просто вовремя дёрнуть. Слушай, в комментах к холостячке писали, типа, как выбрала его, он даже с родителями со своими не познакомил. Такие были комментарии. Это во многом, конечно, связано с тем, что мама находилась там и ты просто не мог... Абсолютно верно. И когда мне говорили, ну, есть же Zoom и другие современные штуки. Ну, блин, я не хочу первую встречу с женщиной, которую люблю, знакомить, как вот эти стереотипные в юмористических программах, когда родители сидят в трусах, потом случайно встают. Ну, я не хочу... Да, что? Вот, это Ксюша, это мама, но я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать моя мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет. Вопрос сложный, возможно, там, как ты на него ответишь? Разделим на три маленьких. Да, давай. Реинтеграция Донбасса, она возможная, как ты это видишь? Да, я очень надеюсь на это. Я три месяца был же на проекте, и пацаны, Макар и Паша, меня прикрывали, работали, писали вдвоем, потому что у нас забирали там телефоны и... Когда вы жили в этом... Когда, да, жили. И их там первые две недели уже достали в офисе, как там Эллерт, как там Эллерт, как там Эллерт, и они в какой-то день распечатали себе вот две футболки, я не знаю, как там Эллерт. И ходили по офису, типа, что-то не задавали вопросы. Смешно. Кстати, вот смотрите. Макаров, Эллер, Черновол. Это кто? Владимир Александрович. А чего это он с молниями? Типа он злой? Ну, а ты что не знал? Он Зевс, на самом деле. Красиво. Про юмор, смотри. Вот это наш коридор почета, назовем это там. Видишь там все дипломы. Кстати, а пошли про дипломы, смотри, как прикольно. Это дипломы к кварталу. В основном все связано как раз с поддержкой наших военных. Смотрите, вот 95-я десантная бригада, вот опять 95-ка, флаги с автографами. Да, пацаны? Да, да, да. Слушай, круто так. От Одессы. От Одессы. От Одессы. Разум до перемоги. Красиво, слушай. Да, это пацаны на фронтовой пишут. Вот, смотрите, 95-м квартал, в своей хате своя сила и правда воля. 23-й батальон ЗСУ. Ну, конечно, слушай, круто. Минск, смотрите. Вот это тех, которых четверо. Бржусьмсник Смольский. Это города. Номер один, кто это? Ну, кто? Здесь как раз сидит главный редактор. Это они так скромно назвали один? Первые? Блин, вообще жесткие. Ну ладно, Владика мы уже видели. А вип-зона это туалет, да? Туалет, да. У них самое модное место, да? На против. У них уже просто такой возраст уже, что им надо ближе туалет. Надо ближе шаг и на месте. Что, никого нет? Видишь, так помочь. Айти-отдел. Ну, слушай, значит, ребят, мы пишем послед... Что, смешно шутка или смешно? Смешно. Тоже надо ценить юмор, да? Мы просто... Постоянности будут. Слушай, я шучу. Значит, мы же... Напомню, друзья, это последний день перед каникулами. Мы закрываемся после этого интервью. Нам больше делать нехер. И это последний рабочий день перед новогодними каникулами в студии Квартал 95. Пошли вниз? Пошли. 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 Итак, друзья, значит... Эээ... Изменилась твоя жизнь очень сильно? Тебе сейчас все говорят, как изменилась ваша жизнь за 2020 год. Да. Кардинально вообще поменялось все. В... Я не холостяк, и я счастливый. Ну это понятно. Слушай, это отдельная история, значит, о тебе и о любовной истории. Если говорить, ну, ты творческая единица, и понятно, что все равно для тебя важна самореализация и признание. И мы тут обсуждали, да, что ты работаешь за кадром, но тут ты стал в какой-то момент популярней вообще чуть ли не всех ребят с квартала. Ты заметил просто в один момент. Потому что холостячка, смотри, открываю Google, топ запросов за 2020 год. И знаете, сейчас я вам прочитаю, вы будете очень удивлены. Итак, топ запросов Google за 2020, холостячка среди шоу, понятно, номер один. А вообще по всем запросам, сейчас тебе прочитают. Какой запрос на первом месте в Google? Со вчерашнего дня Ксения Мишина беременна. Знаешь этот прикол? Ну я видел фотку. Да, мы выставили фотку. Ну это прикол же был, да? Ну это прикол, да. Но все, новости повелись, все сразу написали. Смотри, первое место по запросам, коронавирус. Второе, коронавирус рекомендации. Третье, выборы в США. И в общем, про Украину практически ничего, холостячка на седьмом месте. Если говорить про шоу, первое место, холостячка. Ну короче, это прям шоу, которое порвало. Ты когда шел на холостячку, ты понимал, как бы, объемы популярности и того, что это шоу так стрельнет? Ну я понимал, что оно стрельнет, потому что это единственное шоу, которое за несколько лет, я понимал, что его будут смотреть и мужчины, и женщины. Потому что тут немножко перевертыш от холостяка обычного. Потому что мужики ухаживают за девушкой одной, и волей-неволей все мужчины, которые находятся дома, они будут смотреть и где-то примерять на себя какие-то моменты, как мы, мужики, участники этого шоу, вели себя в каких-то ситуациях. Ну слушай, многие же мужики, наверняка, вели себя, возможно, смотрели так, как вы с Рыбакова обсуждали это шоу, то есть в таком стиле. Типа, ну дебилы, ну там. Ну конечно, в сауне мне скидывали видос, мужики такие здоровые, мощные, в сауне, где-то пятница, видимо, после рабочей недели, у них поляна, они все в полотенцах, и у них на экране холостячка. Вот они мужиками собирались смотреть холостячку и обсуждать, обсирать нас, естественно. Значит, твой инстаграм, до начала шоу там было там? Семь тысяч человек, которых я знал в лицо. Сейчас 334 на момент. 334 тысяч. Когда-то я смотрел там, ты дал интервью Еремеева, там было у тебя типа 150 тысяч, то есть плюс еще 180 за этот период. Не буду, значит, в двух словах, позвольте я за тебя отвечу, чтобы не спрашивать тебя, значит, как попал Элерт на шоу, значит, ему кто-то там пошутил, кашевой, да, что там начинается шоу, он ты запостил в инстаграм, и тебя организаторы шоу пригласили. Ну да, я сториз выставил, и мне позвонили из ТВ. Продюсеры говорят, давай, типа, прикольная тема. Заполняю анкету, да. Позвонили как кому? Как к автору квартала? Да. Как к автору квартала, заполняю анкету, вам действительно интересно, или это просто шутка была в вашем инстаграме? Я говорю, нет, мне интересно. Там еще есть просто предустория с Мишиной вообще, что она в моей жизни появлялась пару раз мельками. Но ты видел на интуиции, да, когда ты играл за Кашова, поддерживал его? И в Зуме я учился на самоизоляции, немножко учился. Это что было за обучение? Автор Америку, забыл, вылетел. Стив Каплан. Он сценарист, и он давал в Зуме какой-то курс, трехдневный курс. А Мишина была тоже одна из тех, кто слушал? Одна из звездных гостей этого курса. А ты знал, кто она? Я знал, что она актриса, увидел ее на интуиции и увидел снова в этой Зуме. Ты что-то видел из того, где снималась Мишина? Нет, только танцы с зерками. А сейчас что, уже успел посмотреть? Нет, на нее смотрю живьем. Самая популярность, когда пришла к Мишиной, это была Крепостная, если не ошибаюсь. Крепостная, да. Ты не смотрел Крепостную? Нет. Тебя не заставляют пересмотреть? Не заставляют, но, видимо, я сам к этому должен прийти. Ты еще как бы готовишься, да? А Ксения Мишина хорошая актриса? Да. Мне кажется, она лучшая, судя по тому, как она работает и так, как стрельнула Крепостная, да, вот эта роль ее стервы, наверное, ну, судя по комментариям и по подаче. То, и анализируя сейчас уже, прожив с ней три месяца, я уверен, что она очень крутая актриса. Потому что она живет этим, она горит, ей нравится это. Значит, я написал в Инстаграм, что буду с тобой общаться. Попросил людей, которые активно следили за холостячкой. Ну, не то, что я сейчас буду говорить, типа, я не смотрел, типа, ну, посмотрел. Ну, я знал, что там происходит. Я видел, знаю там про этот ваш, как вы стебались над, фамилия вылетела из головы у меня. Шатырка. Над Шатырка, да. Шатырка, он такой хайпажор по-хорошему, он там сразу песни запи... Я понимал, что это... Ему сразу прилетело, да. Вы общаетесь, кстати? Ну, если мы где-то случайно увидимся, да, конечно, общаемся. Ну, у вас, как бы, это конфликт выдуманный или... Да выдуманный никто не конфликтовал, он просто подставлялся сам. Ему, видимо, нравилось это, да. Ну, как бы, он за хайп, правильно, ему нравятся лайки, там, просмотры. Так вот, я написал, значит, в Инстаграм, значит, завтра буду общаться. Я такой, кстати, никогда не делал, то есть это впервые. Я попросил, друзья, присоединяйте свои вопросы. Сейчас тебе несколько сразу почитаю. Значит, первый вопрос был... Ну, первый вопрос по-любому, где Ксю. Давай ответим сразу, Ксю снимает сейчас. А с Беднякова был первый. Серьезно? Бедняков написал следующее. Спроси у него, когда он учится со мной на разных флангах играть, а не по одному бегать. Когда мы будем играть за одну команду. А вы играете в футболе с Бедняковым? Да, мы периодически видимся на стадионе, назовем это так. Вот, и с Бедняковым мы давно знакомы, вот, и на футболе мы там раз в пару месяцев точно видимся. Так, давайте по вопросам серьезным. Пикалова Ира, передавай привет. Тут, видишь, как бы тут одни знакомые твои писали. Ира, привет! Значит, девочка написала, как Платон принял то, что Саша будет с ними жить. И тут много лайков набрал этот вопрос. Платон это сын, сын Ксении, да. С Платоном мы познакомились в рамках проекта. Одна из съемок была, где... С ребенком, да? Да, Ксю привозила, это в Карпатах было, и она привозила Малова, он активный, он со всеми сразу познакомился. Там был посыл, что это не мама выбирает себе мужа, вот, а что это друзья. Ну, правильный посыл. И Малому было интересно, это была, не помню, посадка деревьев, квадроциклы. И Малому было интересно, куча пацанов, которые уделяют ему внимание, и поэтому там я с ним познакомился. А потом уже, когда проект закончился, Ксю поговорила, видимо, с сыном, сказала ему, что Саша, как ты смотришь на то, что Саша будет здесь с нами. Платон обрадовался, довольный, счастливый класс, Саня. Я там просто разорвал его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех, и уже я ему, скажем так, понравился. А сколько сейчас Платона? Восемь лет. А сколько твоей дочери? Двенадцать. Тринадцать, вот, было в декабре тринадцать. Тринадцать лет. Она учится в Киеве, живет в Киеве, живет с мамой. А, слушай, ну, она, по-любому, я думаю, стала самой популярной девчонкой в школе на этот период, потому что, ну, все, однозначно, да, там, школьники, основные девчонки этого возраста, понятно, все смотрели холостячку. Как она это все переживала, и было ей сложно, или, наоборот, она кайфовала от твоего участия? Ну, мне кажется, что ей тоже, наверное, нравится этот момент, потому что, когда я ей говорил, что я иду на холостячку, она, вау, это тебя будет показывать. По телевизору, класс, показал ей Ксению, он говорит, ой, хорошенькая. И тоже в рамках проекта мы знакомились с детьми, вот, и Эля сказала, что ей нравится Ксения, она бы хотела, чтобы у папы и у Ксении все получилось. Вот, а то, что я ее отметил в сторис на день рождения, и моя аудитория, естественно, подписалась на Элю, и Эля с удовольствием давала пару прямых эфиров в Инстаграме, и до того, как стало известно для всей аудитории, Эля там ляпнула какие-то пару слов, что папа живет с Ксенией. Типа то, чего нельзя по контракту было говорить. Да, ну там оно не сильно разлетелось, поэтому все. Слушай, а правда, что там большие штрафные санкции в случае разглашения, ну, я так понимаю, не только участников, там никто не имеет, съемочная группа, то есть все подписывают некий договор о том, что никто не имеет права говорить о том, как завершилось шоу. Да, и как завершилось шоу до того, как это покажут в эфире, и показывать свою личную жизнь до того, как закончится шоу тоже нельзя было, поэтому нам с Ксенией было тяжело вот этот момент, эти три месяца быть немножко в тени, потому что мы там сразу спалились с ремнями моей машины, с кухней и со всеми. Слушай, ну, огромное количество фангрупп, да, и огромное количество, прям, мне казалось, я захожу там в TikTok, что я там делал, спросите, у меня дети, я должен анализировать, что там происходит, и я захожу, и там просто через, там, грубо говоря, мне в рекомендациях выдавало, через какую-то, там, как под красивую музыку, там, типа, там, твои кадры и кадры, там, Ксения, то есть они там создали коллажи, да, там, куча всего прям. То есть понятно, что они следили прямо, и эти ремни, это, думаю, вообще, там, тут же выдавали. Ремни, плитка, стены, диваны, кутикулы, все, они все анализируют. Вы знали кутикулу, да, Суэль? Да, они знают вообще анализ полугодичной давности истории. Слушай, можем на секунду вернуться к Элле, в такие-то возраст, ну, 12 лет, да, ну, прям, я думаю, непростой. Крутой, но непростой. Вы с ней, ну, насколько близки, насколько вы, там, откровенны, и какие у вас отношения? Ну, мне кажется, что мы близки, да, со стороны папы, я надеюсь, что мы близки, я надеюсь, что я тот человек, которому, как она считает, что может она доверять, она мне абсолютно может доверять. Но так как я не сильно много времени уделяю, ну, в зависимости, сколько у меня получается, столько уделяю, то, мне кажется, я могу быть лучшим другом для нее. Я не хочу быть папой, я не хочу ей прям строго, чтобы она меня боялась, чтобы она переживала, что если папа узнает, нет, папе можно рассказывать все. Но у вас нормальные отношения с ее мамой, то есть, ну, вы общаетесь, то есть у вас нет там, что там, знаешь, есть разные, что вообще там никакого контакта, даже не здорового. Мы с мамой когда-то решили, что у нас есть Эля, и как бы мы друг к другу не относились, какие бы, может быть, обиды у нас или что-то не были, у нас есть Эля, и так будет всю жизнь, поэтому нам нужно общаться. Поэтому мы с мамой общаемся, все нормально, все, что связано с ребенком. А дочке не прилетало, ну, потому что, понятно, было много хейта, и, понимаю, фанатов твоих, ей не прилетало ничего там, она ей не приходилось тебя где-то защищать? Ну, вроде нет, вроде нет, я просматривал комментарии, я был в прямом эфире, заходил к ней, вроде все хорошо, все у нее по-доброму. Все одноклассники и одноклассницы, те, кто в ТикТоке, все ее поддерживают, и все говорят, что папа хороший. Но она стала популярнее, чем была. Ну, я думаю, да. И она кайфует от этого? Она кайфует, она покрасилась у меня, покрасилась вообще-то неприятно. Ну, она, слушай, она считает, да, подумал, мой папа, я должна, да, измениться? Ну, она, может быть, так не позиционирует, она, если ее спросят, она у меня очень воспитана, и если ее спросят и скажут, что папа выиграл, то она скажет, да. Она не то, что ходит, и вот мой папа выиграл, она сама по себе творчески талантливый и уверенный в себе человек. Все, передаем привет большой. Значит, следующий вопрос. Як бы Ксюша выбрала Лешу, Леша – это второй парень в финале, да? С наклеенной бородой. С наклеенной бородой? Ну, мы разгонялись, что это наклеенная борода. Ну, конечно, потом скажешь, что тебе хейт прилетал, конечно, все писали, я просто видел, все писали, блин, Леша там, красавчик, мы все хотим Лешу, ты сейчас с наклеенной бородой. Так вот, а потом, так вот, як бы Ксюша выбрала Лешу, а потом, зрозумево, еще помылилась и написала тебе про це, якою была бы твоя витоид? Какой вопрос он будет? Правда ли, что они ночевали в палатке в пустыне вдвоем или камеры выключились и свидание закончилось? И это прям таких несколько вопросов, приблизительно, правда, сейчас там пресс-служба, пиар-служба СТБ такая, ну что же он ответит? А что, кстати, что там, не зря такое спрашиваешь, что ли, да, про палатку? А ты сейчас, понимаешь, ты сейчас скажешь, как Тодоренко, помнишь, про золотую карточку, что это там, что это все там разводняк и все, потом мне там поприлетало уже от крапивной. Поэтому понятно, что некоторые вещи там есть за кулисой телевидения и понятно, что некоторые вещи не можешь говорить. По поводу давай палатки, что там? Секса в палатке не было и в рамках проекта не было. Мы закончили это интервью, спасибо большое. Ладно. Ради чего мы, в принципе, и пришли, мы получили ответ. Спасибо. Я не буду врать, я не буду врать. Там у нас состоялся тот разговор, который на многое повлиял, наверное. Типа где она определилась уже и ты уже? Ну я-то точно определился, да. У тебя выбора там не было? Ты Ксюша или Леша? У тебя выбор был небольшой. Ксюша либо Рыбак, друг, с которым я пришел на проект. Ладно, все понятно. Про палатку, значит, ты ответил. Значит, спросили, зачем такая большая татуха на ноге, ну мы пропускаем этот вопрос. Ну, блин. Ну, большая нога, большая татуха. Больно было, ладно. Значит, следующее. Первое место, куда вы сходили с Ксю после окончания периода не разглашали. Супермаркет. Мы вместе зашли в супермаркет. И как? Вас узнали там? Да, нас узнавали, ну ее естественно, а меня, несмотря на то, что маски, капюшоны, все равно мне прилетала «Вам так идет сын». Я с Платоном был в супермаркете. Они так как парсунку у Луи Виттона. Вам так идет сумка. Ой, боже, это и сын. Тебе понравилось? Поэтому, да, мы зашли сразу в супермаркет. Раньше там ездили на разных лифтах, в разные магазины ходили. Ты туда, я сюда. Все, не светились нигде, потому что нельзя было, потому что сразу фоткают. А тут мы зашли в супермаркет и с удовольствием вместе, как семья, могли себе позволить стоять в одной очереди и выбирать одни продукты. Ну, кассирша так делала? Ну да, все делают. Поздравляю. Мне кажется, даже люди, которые болели за Лешу, видя нас вместе, все равно говорили, ой, я болела за Сашу. Слушай, а за Лешу болело больше людей, по твоему мнению, или нет? Думаю, нет. Нет? Когда на шерпах Мишина кричала «Я влюблена», был ли ты уверен, что это о тебе? Ну да. Не, ну она со мной на шерпах. Она кричит «Я в него влюблена», да? Ну да, мы на крыше лежим, в обнимку целуемся и во вселенную кричим «Я влюблен, я влюблена», ну а кому? Ну да. Ну это было бы подло, мне кажется. Типа? Ну конечно мне. Типа она лежит такая «Леша, я влюблена». Да, это было бы неловко, да? Да, представляете, где-то сквозь зубы. Следующий вопрос. Конец ли дружбе с рыбаком? Да нет, конечно. Я так и знал, спасибо, а может дальше не продолжать. Когда на проекте понял, что влюбился, по-честному? Так правильно, что влюбил, уже не интересно, а влюбился? Смотри, влюбленность, наверное, была с самого начала. Влюбленности какая-то такая магия к ней и рядом с ней. А мозг мой говорил мне обратно и что-то навязывал какие-то дурные мысли, что она актриса, что она играет каждое свидание с тобой. Знаешь, какое-то переживание внутреннее. Хочешь съесть? На, ешь. Да, я все равно смотрю. Да, ты уже три раза напьешь. Тебе больше, да. Вот. И тут, наверное, была борьба внутри моего мозга. Я почему-то не верил. И где, в Миги, это пятая неделя, я понял, что все по-настоящему. Слушай, я тоже работаю на телеке, я понимаю приблизительно, как делать все эти реалити. Ну, например, значит, ты пришел на третьем свидании, не знаю, в третьем эфире. Ксю поняла, что влюблена в тебя, да. И, в принципе, типа, она говорит, все, мне он реально больше всех нравится, я влюблена, шоу закрываем. Ну, конечно, да, конечно. И все-таки продюсер говорит, типа, да нет, не может такое быть, у нас еще, типа, 10 эфиров. И, но при этом были же свидания, где должна была быть интрига. То есть, ну, это было бы странно, если бы она на всех свиданиях со всеми такая, типа, ну, ты мне не нравишься. И только на твоем она бы там таяла, да. Поэтому ей, получается, приходилось играть заинтересованность на некоторых свиданиях, правильно я понимаю? Судя по некоторым эфирам и комментариям всех, кто смотрел, на свиданиях со мной все писали, что у нее глаза блестели, горели и были настоящие. Ну, это фанаты твои писали. Это и я писал, с разных аккаунтов. Вот, поэтому, ну, да, наверное, ей было тяжело в середине проекта. А просто к чему, знаешь, как ты понимал, что, типа, с тобой она не играет, а с другими она играет, все-таки она актриса? Не, я не знаю… И она крутая актриса, она же, она же может сыграть. Я не знаю, как было на других свиданиях. На моих я чувствовал, вот, с середины проекта чувствовал и верил, что это все по-настоящему, как в жизни свидание, все, потому что искренние разговоры, дурные, глупые какие-то штуки. То есть, если бы она в финале выбрала не тебя, а второго парня… Я бы подумал, вы чего, что это, это… То есть, ты был уверен, что ты выиграешь? Ну, я очень в это верил. Ну, выигрыш – странное слово, да, какое-то, это же не спорт. Но ты был уверен, что она выберет тебя вот так, правильно? Да. Трудно, когда внезапно навалился хейт в таком количестве. Ну, тут как бы вопрос, смотри, с одной стороны, навалилась действительно популярность, тебя узнают, там, это действительно у холостячки очень активные зрители, особенно, да, фанаты. И был ли хейт столько, что… Ну, потому что многие писали, типа, как же, ну, я то, что видел, как она выбрала не этого хорошего, а вот этого, который, как мы уже говорили, даже с родителями… Смотри, короче, в ходе финальной серии, финального выпуска, в ходе монтажа и каких-то телевизионных штук, меня показали немножечко не самой выигрышной ситуацией. Поэтому и реакция зрителей была, как же так, что же ты сделала, выбрала вот этого клоуна-чудовище, как меня там только не называли, вот, если… Милое чудовище, да? Милое чудовище, да. А не выбрала Лешу. И хейт был в мою сторону, но я очень быстро с ним справился, я… Многие говорят, что на хейт нужно не обращать внимания. Ты как относишься к хейту? Друзья… Слышал вообще? У тебя был когда-то? Да фига, у меня тут, у меня прям фан-группы специальные, которые пишут хейт, пожалуйста. А, они же? Да, это мои любимые люди. Я просто, я их взял на работу, понял? Я решил… Контр-выпад. Не, у меня до хера хейта, я как бы… Ну, как я отношусь? Есть он. Если жесткие комментарии в мою сторону были, я также жестко, некоторые с матом отвечал очень в стебном виде. И все, и у меня хейт очень быстро закончился. Так, значит… Прям такого… Прям… Чего такого, что зацепило, тебя не было? Ну да нет… Ну все, ради бога. Ответил. Откуда такая интересная фамилия? Есть немецкие корни? Австрийские. Австрийские. Сколько он заплатил, чтобы стать холостяком-холостячком? 653 гривны. Цікавое питание. Чи зробили вони спільное татуевание, на яке Ксения тоді нам наважилася? Нет. Мы ищем тату-мастера и время, чтобы встретиться с тату-мастером, чтобы он нарисовал нам тот эскиз, который мы хотим. Как прошло знакомство с мамой Ксюши и мамой Саши? С мамой Саши еще не прошло знакомство? С мамой Саши они познакомились по телефону. Созвонились с мамой Ксюши, я тоже поболтал по телефону. Так, так, сейчас мы все уже задам, что написали, мне очень много. Какие планы на жилье, бла-бла-бла, это мы пропустим, да? Сейчас. А, вот, мужской вопрос. Мы же с тобой, я же с Крио Рога, ты с Харцизмом, как бы из суровых… Города-побратимые. Да, да. Ну, менталитет, да, есть такой, стереотипы, что, значит, мужики, а тут, ты знаешь, мужики пришли… Ну вы че, возьми ее на плечо и все. Я хотел бы спросить, вообще нормально ли участвовать в таком проекте, где девушка выбирает, а парни как… …падальцы… Красиво сказал. Красиво ляпнул. Как это мы будем запикивать это? Бегают за ней. Написал, вот, мужик. А как, подожди, а как этот мужик, как его звать? Его зовут Сергей. Сергей. А как он хочет, чтобы он сидел и девушка подошла к нему, да, ты мне подходишь. Мне кажется, мужики должны бегать, быть страдальцами, как-то проявлять себя, чтобы понравиться девушке. Не она должна тебя удивлять. Слушай, ты где-то говорил о том, что проект для тебя стал, ну, знаешь, как бы, давай так, полезный какой, какие полезные стороны. Есть некая там монетизация, там, да, ты стал популярнее в Instagram, у тебя там больше рекламы, и как ведущий, ну понятно, сейчас пандемия, но все равно как ведущий тоже запрос интереснее, типа, ну круто, чтобы мне провел свадьбу, чувак из холостяка. Ну это как бы есть в этом символизм, да. Я чуть-чуть поднял сумму. То есть я про деньги даже тебе не спрашиваю, меня это не особо интересует. Мы тут дадим титр, сколько это стоит, да? О другом, то есть есть как бы и полезное, да, в этом все много полезного, плюс у тебя любовь, это все как бы круто, плюс еще один скил, который ты прокачал, ты об этом говорил о том, что тебе было сложно говорить про эмоции, ну, как, наверное, всем парням, ну типа, блин, что мне сейчас, ну как, я же буду рассказывать на всю страну, как я там люблю, переживаю. Ты это как бы себе развивал по ходу и развил ли ты, вообще парни могут так откровенно говорить о своих эмоциях и нужно ли это? Мне кажется, нужно. Мне кажется, теперь я понимаю, что мужчина, если любит, не должен стесняться и говорить о любви, о своих чувствах. Почему-то нам в детстве, ну мне и, наверное, большинству всегда говорили там, не плачь или там, не распыляйся, вот такие какие-то фразы у меня сейчас в голове. Я пришел сейчас к такому выводу благодаря проекту, что мужчины должны говорить о любви, то, что они чувствуют, то, что они думают. Да, это будет суховато, в отличие от женской подачи романтизма и сентиментальности, но если ты любишь, ты можешь смело об этом говорить. Зачем стесняться этого? Я раньше стеснялся, сейчас нет, сейчас смело могу говорить и писать, пишу. Ну вот эти, кстати, последние ваши все посты, очень красивые слова. Вот я сейчас открываю твою страницу. И одновременно вышел у тебя пост большой, он набрал у тебя 196 тысяч лайков, почти 197 и 4500 комментариев, где ты очень красиво описывал свои эмоции. Да, ты посмотри, как Ксю меня порвал. Мир, мир, Ксю, это прям очень много. И в тот же момент выпустила Ксюша свой пост из этой же фотосессии. Это вы договаривались, что вы запостите одно время на это? Да, мы… У меня уже пересохло горе, ты помнишь, какие слова. Мы сидели на диване, в этот момент смотрели пост-шоу и решили, что давай выставим такие посты, где друг другу напишем некие письма, некие… То есть до того, как появились эти слова от Ксюши, ты не слышал, ну не знал, что она пишет? Обычно мы то, что пишем, выставляем, публикуем, мы иногда советуемся друг с другом. Как тебе вот эта формулировка, а если я вот так напишу? Ну да, да. Вот, а эти посты, это было для меня очень волнительно. Думаю, блиин, пожалуйста, хоть бы ей понравилось, хоть бы все было классно. Это типа клятва практически свадебная. Ну, типа того, да. И тогда, думаешь, сейчас она напишет как-то более развернуто. Она меня порвала, я прочитал ее пост и думал, ой, вообще, двух слов даже не связал, не передал то, что хотел. Ну, видишь, ты говоришь, классно. Ну, он крутой, ну, он такой прям очень искренний. Мы даем ссылку на пост, чтобы вы могли почитать, вдруг вы вдруг пропустили. Ты прочитал, ты там прослезился или как ты отреагировал? Я ее пост читал, у меня такой прям подбородочек даже немножко дрожал. Слушай, в некоторых каких-то упоминаниях, я так и не понял, ты прикалывался иногда по поводу реакции твоей мамы на это, что она там как-то так типа со Стёбом реагировала в твоем участии в подобных, например, форматах и в этом шоу. Как твоя мама вообще там, она тебя благословила или как она на все это реагировала? Мама сказала сразу, веди себя хорошо, Саша, веди себя хорошо, сдержанно, мама поддерживала. Мама тогда, когда можно было брать телефон, я писал, мам, все хорошо, не волнуйся, не переживай. Поэтому, надеюсь, я маму не подвел. Мама довольна, мама счастлива, мама хочет, конечно же, чтобы, любая мама хочет, чтобы у сына все было хорошо. И в рабочих моментах, и в семейных. Вот мама, надеюсь, счастлива, что у меня в семейных стало намного лучше. А как она тебе звонила после каждого эпизода или как? То есть она смотрела, понятно, что каждый эпизод? Да, она смотрела каждый эпизод, и она звонила, и обсуждали. Саш, ну вот тут, конечно, мог бы немножечко по-другому. А тут хорошо, тут мне понравилось. И не важно, что там пишут в комментариях, я люблю тебя, все хорошо. А ее окружение, ее подружки, там, не знаю, родственники? Там весь харцизк на ушах. Газета написала, местная газета написала на главной центральной этой странице, «Харцизянин выиграл холостячку! Эх!» Там, наверное, на праздник День города. Ну это мощно. Харцизянин. Да. Харцизянин – это когда-то 140 лет назад, харцизяни – это кочевный народ, который вот осели в харцизки и решили построить харцизки трубный завод, после которого дал много рабочих мест и остались все там. Я просто думал про харцизк, что это что-то связано как антрацит, знаешь, что-то связано с производством чего-то. А это, оказывается, нет, да? Нет, это вот харцизяне или харцизяки, не помню. Харцизяне. Харцизяки, как камазяки, да? Конечно, да. А, кстати, по поводу шутки, шутки у тебя как, они появляются, типа ты их записываешь сразу, чтобы не забыть, либо ты конкретно должен сесть и такой, так, все, я работаю, и начинаешь писать. Нет, часто заметки, в заметке что-то, где-то, едешь в машине или где угодно. А покажи какую-то заметку, например. Есть идеи. Ну, есть вот заметки, называются идеи. Сейчас, подожди. Вообще, знаешь, как обычно, если ты пишешь там без знаков припинания, знаешь, такое быстро сокращенное, да? Например. Ну вот, смотри, идеи. Разбор холодильника, отодвигать магнит и еда. Да, да. Это, короче, шоу на YouTube я придумал. Типа ты приезжаешь на звездам смотреть маму холодильник? Приезжаешь смотреть разбор холодильника. Знаешь, как Фреймут, только я вот по холодильникам, что там они едят, отодвигать пыль, смотреть. Читаем директ. Это вот недавно появилась заметка, потому что пишут много херни в директ, ты смешной, дурной. Ты долбоеб, ты, конечно, тип, я бы там по-другому. Но я хочу делать разборы, да, обсуждать. Что еще? А ты, кстати, запишешь с Рыбаком обзор, как вы смотрите твое интервью? Интересно, да. Я думаю, да, можно попробовать. А когда мы выходим? Ну, я думаю, в течение недельки там. В начале, я думаю, сразу после нового года. Вот, ну, у нас как раз там съемка будет, да. Формат для Мишиной посмотреть, можем, да? Посмотреть в Америке, адаптировать, возможно, как «Секс с Анфисой Чефер». Ты придумаешь для Мишиной сейчас… Да, я хочу, чтобы она появилась на YouTube. А ее нет сейчас, да, вообще ни по какому? Ее нет на YouTube, вот, и мне кажется, и ей это интересно, она хотела бы попробовать в этом направлении, поэтому я думаю, ей формат какой-то прикольный. Она, потому что в своих ролях вот такая больше сдержанная, но на самом деле она очень кайфовая, знаешь, умеет дурачиться, и вот мне хочется что-то вот такое, чтобы она показала себя другой в YouTube, скажем так. Я когда позвонил своему другу и твоему коллеге… В Вадосе? В Вадику Перверзеву, да, редактору «Квартала», говорю, расскажи что-то про Эллер, там, какой-то там компромат давать, ну, хоть что-то. Он ничего мне не рассказал, такой вот ответ неженый. Команда. Команда, да. Сказал, что только единственное, что ты изменился, ты бросил пить, значит, мясо есть. Как это произошло? Это все под влиянием Ксюши, либо ты, типа, сам к этому пришел, а она, ну… То есть ты сейчас не ешь мясо, да, сколько? Не ем с середины сентября. И как? Чувствую себя комфортно, ушел второй подбородок, ушли бока, появился пресс, кайф. А сколько ты сбросил за это время? Восемь килограмм. Это с сентября или раньше? Нет, с сентября. У меня такая была мордаха плотненькая. На съемках у тебя… А зачем ты сейчас… Потрясающая мордаха. Зачем ты так? Прости. Да красиво, у Анатолича всегда такая вкусная домашняя мордаха была. Я похудел. Вот, блядь, пришел на интервью. Блядь, я его не вывезу. Нахера он мне, да, что хотел дальше, но все хуже, блядь. С каждым словом. Закапал. С каждым словом. Есть, на вторую. И что, значит, ты перестал есть мясо? Я перестал есть мясо. Ну подожди, стоп, тебя просила об этом Ксюша или не ешь мясо? Нет, я решил попробовать. Типа, как попаститься? В чем прикол? Да. Никогда не постился. Знаешь, как вот этот пост большой перед Пасхой. Никогда я не делал этого. Всегда ел мясо. И в чем прикол, расскажи? Не есть мясо? Я чувствую себя легче в отношении пищеварения, желудка, вообще движения. Нет, знаешь, вот после обеда наелся, о, блядь. А что, нельзя так наесться кашами и баклажанами? Получается, нет. Вообще сколько угодно могу съесть. Рыба. Она что-то легкая. Получается, не знаю, мне прикольно. Пока прикольно. Вот сейчас будет новый год. Да нет желания съесть бургер там? Нет. Нет желания. Нет, вот знаешь, прям, аж течет, блядь. Сейчас бы Краковское как бы влупил. Ничего такого нет. Ну, смотрю ровно, равнодушно к мясу и всему мясному. А алкоголь? Алкоголь. Ну, сегодня корпорат у вас автор. У меня уже весь офис, и все друзья знают, что я не пью. Сначала это, знаешь, первая неделя была, понятно, сейчас сорвешься и понеслась. Не хочу. Ну, даже там белого вина. У-у-у. Окей, отказ от алкоголя. Он с чем связан? Наверное, с медитацией. Ты еще медитирую начал? Да. У тебя сейчас скажут каблук, чистый каблук. Ну, ради Бога, пусть скажут. Я же это не для вас делаю. Я же это делаю для себя. Так, вот в голове моей вот так повернулась. Я решил попасть от алкоголя. пробовать. А медитация, что-то расскажи про медитацию. Слушай, я не настолько глубок в этом во всем, но это вошло в привычку. Если первую неделю... Дайди в жопу, мне хватит. Посмотри, там по калориям нормально. Ладно, короче, мы сейчас ехали, извини. Эти все жрали в Макдональдсе. А ты? Яблочко съел. Из Макдональдса? Нет, у меня лежат в багажнике. Поэтому меня тут рассказывают. Да, про медитацию, извини. Медитация. Первая неделя была самой тяжелой. Медитировать. Мне один из мужчин, который давным-давно в этой медитации, во всем этом духовном развитии, он такой, больше было на слабо. Ну попробуй, попробуй помедитировать и посмотрим, что будет. А Ксюша медитирует? Ксюша медитирует. Это можно делать вдвоем? Это можно делать вдвоем, и мы делаем это вдвоем. Это, знаешь, какой-то такой некий ритуал. Если кто-то позже приезжает с работы, то по отдельности не медитируем. Вечером перед сном вместе. Чтоб как сериал смотреть. Да, только смотрим свой сериал, который ты сидишь. А сколько это занимает времени? Ты входишь в некий транс? Или мы сейчас о каком, о какой форме медитации? Потому что каждый себе по-своему представляет медитацию. Ну у меня это самая начальная форма. Я недавно начал, поэтому тяжело это назвать. Прямо транс. Медитация, по сути, это не транс. Не не вхождение в какой-то транс. Это концентрация. Ты просто все мысли выкидываешь из головы и концентрируешься в некой спокойной атмосфере. И ты просто не думаешь ни о чем. Такая стабилизация себя изнутри. Слушай, ну окей. Вегетарианство, медитация, это все такое близко к восточным культурам. Не знаю, там благовония, да? Вот как-то общая ассоциация. Значит, следующие там, это вайшнавы, там преданные. Я еще не знаю, что это такое. Вайшнавы это, которые ну, Кришна и так далее. Да, вот я имею в виду, как ты сразу представляешь себе такое. Тантрический секс и какие-то такие общие, такие восточные вещи. Нет, я за нормальный человеческий секс. Никакого тантрического. Смотри, вот ты с сентября перестал употреблять мясо, перестал пить. Вообще, люди могут меняться? Либо, ну, я знаешь, даже не про мясо. Понятно, что я могу перестать пить мясо, но не факт, что я изменюсь. Я в таком более глобальном смысле. Люди меняются или нет? Да. Люди полностью могут поменяться за короткий промежуток времени. Если человек сам хочет поменяться, если он просто пришел к этому самостоятельно, то он может поменяться вот так по щелчку. Окружение твое вряд ли это воспримет сразу по-доброму. Окружение будет стебать тебя, будет думать, что... блядь. Потому что окружение этого не пробовало. Я тоже никогда не пробовал. Ну, всегда же хочется узнавать что-то новое. Вот и медитация это шаг узнать, что это такое вообще. Поэтому пока мне все нравится. Как только мне надоест, я... По поводу стебать. Ну вот 95 квартал уже тут 50 человек, которые каждый может написать про тебя 100 шуток за один день, да? 521, да. Тебя стебали? Тебя подкалывали? Или как бы тебя решили пожалеть и не издеваться над тобой? Ну, в плане ты имеешь в виду моего нового образа жизни. В плане твоего участия? В плане вообще участия в холостячке и в то, что ты перестал пить и так далее. В холостячке стебали и была одна шутка в Чиста Ньюз. Меня стебали, мои же, Паша и Макар. Они писали Чиста Ньюз, меня не было. И шутка была такая. Стало известно, что в шоу Холостячка победил автор студии квартал 95 Александр Элерт. Мы надеемся, что Ксения сделала правильный выбор. Ведь когда-то украинцы уже выбрали одного из квартала 95. А теперь жалуются. Это мило. Ну, мило. Да, мило. Хорошая шутка, да? Классная шутка. Если бы у тебя была возможность выбрать одну суперсилу, какую бы ты выбрал? Перемещение, телепортация. И где бы ты сейчас оказался? Да блин, погнали куда-то в тепленькое. Я бы тебя взял вот так за руку. Ну и пальцев, пацанов в пальцах, чтоб они там мокрые сидели. Но красивые! Ксюга, прости. Улетели, да? Быстро за ней. Не, ну конечно, телепортация, это круто. Ты бы вообще куда угодно вот так по щелчку. Читать мысли? Нет. Не мое. Может быть какая-нибудь левитация? Да все, ты ответил уже. Я просто переберу какие я знаю суперсилы. Так, друзья, время для подарков от Эльерта. Что мы будем дарить? Мы будем дарить те самые нарды, которые сделали вот такой рельеф затылка. Когда ты переезжал, твоя история обменялась. Итак, дорогие друзья, шикарные нарды ручной работы. Нарды из Абхазии. Помнишь? Из хлеба. Скорее всего не из хлеба. Получит тот или получит та, которая напишет лучшую шутку про Саню Эльерта в холостячке. Ну или вообще, ну наверное может с этим связано, а может нет. Скажи, я могу участвовать? Паша, нам нужно выиграть нарды. У вас и шанс заполучить их обратно. Если ваша шутка будет лучше, выбирать будем мы тогда, чтобы по-честному. Поэтому пишите шутки и шикарные нарды с автографом. Мы тут попросим открытку оставить. И с автографом и Саней, и Ксюшей. Она тоже будет вот здесь как бы для фанатов холостячки и для фанатов мемора. Все, вот такой приз шикарный. А пока мы с съемочной поиграем. Давай обниму тебя. Давай. Спасибо, так приятно. Клоник. Холостячка.